Музей изобразительных искусств Карелии 60 лет. И мы продолжаем листать страницы его истории. Почти четверть века назад Наталья Ивановна Вавилова пришла в этот дом. Столько времени прошло, сколько воды утекло и в переносном, и в прямом смысле. Действительно в прямом смысле. Ну все мы снимали здесь в музее. А вот этого люка никто никогда не снимал. Там течет вода. Река течет. Прямо под этим домом. Прямо в Онежское озеро. Мы открыть его, конечно, сейчас не можем и не будем. Поверьте нам. Но когда здесь открывают люк и прощищают, шум бегущей воды, журчащей воды идет по кругу. Вот об этом мы узнали, и поэтому пришли и посмотрели. Ну кроме этого чуда, здесь в музее еще очень много чудес. Нет, не о чудесах, которые, скажем, происходят здесь в ночь музеев, когда и народу немерено, и мероприятий не перечесть. Речь о тех днях, главным девизом которых стал лозунг «Оставайтесь дома». А ведь как хотелось пройти по залам. Именно пройти по залам музея. Посмотреть любимые картины. А главное – рассказать о тех, кто служит искусству. И надо отметить, что в самом начале 2020 года юбилейного для музея нам повезло. Рассказать о музее – это, наверное, больше, чем рассказать о Карелии, это рассказать о стране, это рассказать о мире. А в мире случился коронавирус. И музей мгновенно перестроил свою работу. Ну что, дорогие друзья, добрый день. Хочу сказать, что наша сегодняшняя ситуация заставляет нас изменить и режимы, и планы нашей работы. Но тем не менее, историю повернуть вспять нельзя, а время остановить просто невозможно. И поэтому сегодня мы открываем нашу выставку, которая посвящается столетию нашей республики Карелия. Называется она «Карелия. Век ради вечного». Вот так. А я нахожусь в самоизоляции и благодаря интернету слушаю и смотрю Наталью Ивановну Вавилову. И вместе с режиссером Михаилом Летовым готовим вторую передачу о музее. Дистанционно. Мы сегодня ищем такие возможности, чтобы можно было что-то в виртуальном плане показать. Вот 25 числа мы виртуально открыли выставку «Карелия. Век ради вечного». Потому что сегодня мы не могли пригласить гостей, но мы обнадежили их тем, что эта выставка будет работать очень долго. И они сумеют и смогут ее посетить. Чтобы отметить и 75-летие победы в Великой Отечественной войне, мы подготовили виртуальную выставку, которая называется «Герои былых времен». Она будет предложена на нашем сайте для всех жителей нашей республики. Невольно возникает вопрос. Почему так быстро перестроился музей? Буквально в считанные дни, 25 марта, в музее открылась виртуальная выставка. А все потому, что здесь, на базе музея, появились новые IT-технологии еще в 2004 году. Давно к нашему музею изобразительных искусств не было приковано столь пристальное внимание. Столичная пресса, первые лица республики и страны, и, конечно, вип-персона номер один, президент страны Дмитрий Медведев, пришли в эти залы, чтобы посмотреть, как новые технологии вписываются в такое традиционное дело, как музей. Со времен приезда сюда в 2003 году президента Путина здесь изменилось многое. Рядом со старинными шедеврами теперь уживаются экраны, на которых икону можно чуть ли не в руках повертеть. Новому президенту нравится. И вот это стоит в зале, иконописи, и вы можете посмотреть. Можно посмотреть, увеличение отдельное имя. А у вас на цифру много чего заявлено? На цифру заявлено у нас очень много. У нас все 16 тысяч детских хранений введены уже на электронные носители, и 85% процифрованы. Да, вот это здорово. Можно самостоятельно выйти в любой раздел, можно выбрать любого художника, сравнивать творчество того или другого. Здесь программа предусматривает творчество художников и Карелии, и Санкт-Петербурга. А кто-то пользуется? Пользуется. Дети? По-честному скажите. Дети понятно. И взрослые? Нет, очень удобно. Специально для детей музей разрабатывает образовательные программы. И здесь информационные технологии, как нельзя кстати. Привет. Привет. После знакомства с Дмитрием Анатольевичем Егор передумает. Президент оказался совсем не страшный, и от мультиков пришел в восторг. Музыка правильно подобрана. И только концовку Дмитрий Медведев переделал по своему усмотрению. Петя стал реставратором. Арома. Музейный пропор. То, чего нам не хватает. Петя стал реставратором, арома – губернатором. Да. Сегодня реальность изменилась. И, конечно, мы должны выбирать пути, по которым нам предстоит жизнь. Потому что, несмотря на то, что у нас во всем мире сегодня большая беда, эпидемия коронавируса, поэтому мы сегодня перестраиваем свою работу. Ведь жизнь не останавливается ни на секунду. Часы идут вперед, и никто не может остановить эти стрелки. Поэтому мы, тоже понимая всю ответственность за то, что мы должны соблюдать все требования, чтобы наши люди были в безопасности, мы продолжаем жить и работать. Безусловно, находясь в музее, мы действуем, исходя из той ситуации, которая вокруг нас. Это экономическая ситуация, это социальный какой-то срез, и в том числе геополитика. И сегодня нами будет реализован проект, который называется «Музей в фокусе. Развитие новых услуг для китайских туристов». Это проект-победитель программы приграничного сотрудничества, который называется «Карелия». Это проект между Россией и Финляндией, когда две програничные территории собираются, в общем-то, совместно решать общие проблемы. А какая проблема? Проблема в том, что еще совсем недавно Петрозаводск был достаточно такой активным туристическим городом, куда приходили десятки пароходов ежедневно, куда приходили огромные поезда. Сегодня тренд сменился. Петрозаводск перестал быть, так скажем, культурной и туристической дестинацией. Он становится неким транзитным, такой транзитной точкой, когда гости приезжают и буквально сквозят сквозь город и уезжают на какие-то экологические объекты, реки и так далее. И мы решили, что мы должны как-то изменить эту ситуацию внутри. У нас огромное наследие, у нас огромный потенциал, у нас шикарная коллекция художников, которые иллюстрировали Калевалу. И мы решили создать такой новый проект, новую площадку, обновить постоянную экспозицию и создать раздел Калевала, который бы привлек туристов со всего мира, и в том числе китайских туристов. 4 марта 2020 года в музее состоялся семинар, который положил начало проекту «Музей в фокусе. Развитие культурных сервисов для китайских туристов». Реализовывайте этот проект. Наш музей будет совместно с музейным объединением города Йоренсу. Финляндия – это в рамках приграничного сотрудничества. Причем наш музей будет ведущим партнером в этом проекте. Конечно, были такие мнения, стоит ли вообще проводить подобный семинар в период коронавируса. Но видя, как быстро меняется обстановка в мире и в Китае, сомнения разберлись. Мы поворачиваемся буквально на 365 градусов, может быть даже не на 360, чтобы стать новой заметной точкой не только в городе, но и в республике, а может быть даже в России. И сегодня музей – это под силу. У нас есть кадровые ресурсы, у нас есть экспертиза, у нас есть партнеры, у нас есть финансовые ресурсы, полученные из небюджетных источников. И мы уверены, что такие инициативы действительно будут работать на благо республики на десятилетия вперед. Ясно. Вот вы говорите иероглифы на китайском. Я думаю, работаете с международными проектами. Какими языками владеете? Мы на самом деле очень активно стажируемся. Например, в течение прошлого года мне удалось побывать на стажировке и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине. И в Сколково я обучалась в Московской школе управления. Я вижу те глобальные тренды, которые происходят, которыми сегодня интересуется мир. И, безусловно, эти лучшие практики, наработанные именно иностранными партнерами, мы приносим в музей. Что у вас сейчас в работе? Сейчас у нас в работе новый проект. Это проект, который был поддержан фондом президентских грантов. Проект, направленный на социализацию людей с особенностями развития. Прежде всего, людей с аутизмом. Мы сегодня понимаем, что сегодня все больше людей рождаются с особенностями. Более 1% детей сегодня рождаются с аутизмом. Музей становится более инклюзивной площадкой. И мы делаем новые услуги для таких людей. И хотим сделать так, чтобы музей стал более доступным. В этом году мы откроем в музее сенсорную комнату. Это такое пространство, где человек с особенностями развития, у которого может быть эмоциональная перегрузка, какое-то нервное ощущение, испуг от общественного места, где он может отдохнуть, расслабиться, почувствовать себя в каком-то таком защищенном, спокойном месте. И сегодня с дизайнерами Санкт-Петербурга мы разрабатываем новые такие уникальные арт-терапевтические модули, которые будут впервые созданы в России. Наш музей будет пилотной площадкой в России. И на основе этих модулей будет создано целое пространство, которое в дальнейшем может трансформироваться под любой музей, под любую общественную площадку с учетом особенностей, например, бюджета и потребностей любого другого учреждения. То есть мы будем выступать флагманом в работе с людьми с аутизмом и в принятии их и в создании доступной инклюзивной среды. Комнаты, где люди могут что-то потрогать, что-то понюхать, где-то полежать в каком-то мягком пространстве, решить какие-то несложные такие задачи, которые их отвлекут. Мы работаем над какими-то необычными новыми поверхностями, которые будут созданы специально для этой комнаты, с использованием в том числе и натуральных природных материалов. То есть это все, что связано с тактильными ощущениями, с сенсорными ощущениями, с запахом, со слухом, с ощущениями, которые мы трогаем руками. То есть на этих фотографиях некие примеры, но то, что будет создано, мы увидим через год где-то примерно. Это фонд президентских грантов нас поддержал. Мы в партнерстве с Дружественной некоммерческой организацией Центр экологии и культуры выиграли грант в этом году в размере практически 500 тысяч рублей. На создание этой комнаты и в музее выделено уже постранство, где мы будем это реализовывать. Все инициативы, связанные с особенными людьми, связанные с людьми с инвалидностью, с ограниченными возможностями, мы реализуем исключительно за счет внебюджетных источников. Сегодня нужно научиться передавать эстафетную палочку. Понимаете, молодежь должна проникаться этими проблемами и приходить на смену нам. Нужно сказать, что наработано очень много, ведь нам в этом году исполняется 60 лет. Поэтому остановить свою работу мы не имеем права. Поэтому сегодня работа выстраивается по-новому, и мы полны новых творческих планов. Так что нет остановки в жизни музея даже в период пандемии коронавируса. Просто это новая страница еще не заполненной 60-летней истории Музея изобразительных искусств Карелии.